Приветствую вас на канале Техревизор. Настольные плиты очень удобны за счёт небольшого размера, что позволяет их использовать в любых условиях. Инфракрасные и индукционные модели обеспечивают отличную мощность и высокую эффективность и не уступают традиционным варочным панелям. Я подготовил полный рейтинг настольных электрических плит разного типа на 2024 год. Они различаются исполнением, принципом нагрева, функционалом и стоимостью. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Начну с классических электроплит с ТЭНом. Тут у нас три модели и третье место занимает Мечта 111Т. Это традиционная настольная плита златоусовского машиностроительного завода, в ассортименте которого много моделей с конфорками разного типа под брендами Мечта и Злата. Участник нашего рейтинга наделён одной спиральной конфоркой диаметром 14,5 см. Мощность нагрева составляет 1000 Вт. Для регулировки мощности есть поворотный переключатель с четырьмя рабочими положениями. Настольная плита имеет эмалевое покрытие белого или чёрного цвета. Она установлена на небольших ножках, которые обеспечивают устойчивое положение на поверхности. Аналогичная модель Мечта 211Т представлена двумя ТЭНовыми конфорками мощностью по 1000 Вт каждая с раздельным управлением. На втором месте топа – Лысьва ЭПБ-22. Эта электроплита выполнена в традиционном дизайне с двойным эмалевым покрытием белого цвета. Также есть модификации в чёрном, красном, коричневом, синим, зелёном, бежевом, кремовом цветах корпуса. Плитка представлена двумя чугунными конфорками разного диаметра – 14,5 и 18 см. Это позволяет использовать разную по габаритам посуду. Но они расположены в длину, то есть к задней потребуется тянуться, что некоторым может показаться не очень удобным. Суммарная мощность конфорок составляет 2200 Вт. Для каждой из них есть регулятор, позволяющий выбрать интенсивность работы из пяти положений. Благодаря терморегулятору нагрев отключается при достижении необходимого уровня, а после остывания включается снова. Плитка наделена высоким устойчивым основанием. Первое место занимает Гефест ПЭ-720. Эта модель пользуется наибольшим спросом и интересом покупателей. Связано это с надёжностью бренда, хорошими рабочими характеристиками и привлекательным исполнением. Плита выполнена в лаконичном дизайне с приятными плавными линиями и вынесенными на передний скошенный край регуляторами. Корпус имеет термостойкое эмалевое покрытие. Ножки плиты регулируются для выбора наиболее устойчивого положения. На варочной поверхности находятся две чугунные конфорки разного диаметра с суммарной мощностью 2,7 кВт. Это отличный параметр для плит такого типа. Благодаря их расположению в ширину доступ к обеим максимально удобен. Размер зон нагрева позволяет устанавливать рядом крупную сковородку и среднюю по размеру кастрюлю, чтобы они не мешали друг другу. Хочется упомянуть ещё одну оригинальную плиту Гефест ЭП НСД 420, которая, помимо двух чугунных конфорок, наделена ещё и небольшим духовым шкафом на 18 литров. Она оборудована верхним и нижним теном и комплектуется противнем и решёткой. Высота модели составляет всего 40 см, что позволяет её устанавливать на стол. Теперь перейдём к инфракрасным плитам. В этот раздел попало две модели. Начну с Zigmund Einstein Zip 551. Настольная электрическая плита снабжена конфоркой Highlight диаметром 20 см. На неё можно устанавливать посуду с диаметром дна до 26 см. Несмотря на тонкий дизайн, модель выдерживает достаточно высокие нагрузки – вес до 8,5 кг. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели с дисплея. Она расположена ближе к пользователю и наделена блокировкой от случайного нажатия. Здесь предусмотрена возможность установки мощности нагрева в широком диапазоне от 200 до 2000 Вт, температуры от 50 до 500 градусов и длительности готовки с максимумом 180 минут. Кроме этого, модель наделена пятью автоматическими программами – жарко, тушение, кипячение, суп, жаркое. У настольной электроплиты есть защитное автоматическое отключение, которое срабатывает при угрозе перегрева. И ещё у неё предусмотрена защита от перепадов напряжения. Как и многие плиты подобного типа, модель снабжена индикатором остаточного тепла, который напоминает о том, что поверхность ещё не остыла. Следующая модель – Китфорд КТ-153. Настольная инфракрасная плита выполнена в лаконичном привлекательном дизайне. Она снабжена устойчивыми ножками и способна выдерживать вес до 10 кг. Встроенный вентилятор обеспечивает охлаждение во время интенсивной работы, чтобы избежать перегрева. Рабочая стеклокерамическая поверхность легко очищается и обладает высокой износостойкостью. Панель управления у модели сенсорная. Здесь можно выбрать один из пяти автоматических режимов работы – жарко, кипячение, напору, суп и обычный. В рамках последнего предусмотрен широкий выбор настроек мощности – от 100 до 2000 Вт. С шагом 100 Вт. Также можно указать время готовки по таймеру, который ограничен 24 часами. Панель управления снабжена защитной блокировкой. В общем, это отличная плита по соотношению цены и качества в надёжном исполнении и с широкими возможностями. Ну и на сладкое я оставил самый популярный раздел – это индукционные настольные плиты. Тут у меня пять моделей и ночной с Hyundai HYC0103. Индукционная плита в стильном исполнении с серебристой окантовкой и стеклокерамической панелью выполнена в узком дизайне и установлена на устойчивых ножках. На поверхности расположены две конфорки. Зона нагрева меньшего диаметра вынесена ближе к краю и рассчитана на максимальную мощность 1300 Вт. Для конфорки большего диаметра мощность ограничена на уровне 1600 Вт. Модель снабжена энергосберегающей технологией и защитой от перегрева. При снятии посуды срабатывает автоматическое отключение. Для каждой зоны нагрева предусмотрен свой блок управления, который представлен механическим регулятором для выбора мощности из 10 положений, кнопками для установки температуры и времени готовки до 3 часов, а также дисплеем, на котором отображаются выбранные настройки. Другим типом управления и более высокой мощностью наделён следующий участник рейтинга. Четвёртое место топа занимает Мидея MCIN2212. Эта плита выполнена в другой форме, при которой конфорки располагаются рядом. Некоторые считают такое положение более удобным, так как не нужно тянуться к дальней конфорке. Это ведь может быть небезопасно, если на передней уже что-то готовится. Конфорки подойдут для посуды с диаметром дна от 14 до 20 сантиметров. Причём, как отмечают в отзывах, можно установить рядом две крупные сковородки, и они не будут мешать друг другу. Суммарная мощность нагрева составляет 3,5 киловатта. Панель управления у модели сенсорная, и для каждой конфорки предусмотрен свой набор кнопок. Здесь можно выбрать мощность нагрева из 10 положений, температуру и установить длительность работы до 3 часов. Стеклокерамическая панель износостойкая и простая в уходе. При снятии посуды срабатывает защитное автоматическое отключение. Ещё большей мощностью и длительным таймером порадует следующий участник. Тройку лучших открывает Китфорд KT109. Эта довольно простая по исполнению и дизайну индукционная плита оборудована двумя зонами нагрева. В отличие от предыдущей модели, она подойдёт для готовки в ещё более разнообразной по диаметру посуде – от 12 до 26 сантиметров. И она способна выдерживать больший вес – до 20 кг. Для каждой конфорки предусмотрена отдельная кнопочная панель управления. Здесь можно выбрать мощность нагрева и длительность готовки до 24 часов. Кроме этого, можно отложить включение на срок до 24 часов. Ещё есть функция при остановке нагрева, постановка на паузу и защитная блокировка от случайного нажатия. А что касается мощности нагрева, предоставлен широкий диапазон настроек – от 120 до 2000 Вт. Это соответствует температуре от 60 до 280 градусов. Минимальный параметр подойдёт для растапливания шоколада. Низкие 600-800 Вт для тушения, томления и медленной варки. Основные – 1000-1600 Вт для варки и жарки, а высокие – для быстрого закипания. Для удобства контроля на панели есть небольшие цифровые дисплеи. Следующий участник Redmond помимо типовых регулировок наделён ещё и автопрограммами. На втором месте стоит Redmond RIC4601. Индукционная плита в надёжном, аккуратном исполнении наделена одной конфоркой с максимальной мощностью нагрева 1600 Вт. Модель выполнена в узком корпусе и выделяется небольшими габаритами. При этом у неё очень понятная и информативная панель управления с большим набором индикаторов и надписей. Разобраться с ними труда не составит. Мощность выбирается из 8 уровней, которые, в отличие от большинства плит, чётко обозначены в ваттах. С помощью таймера готовки можно установить длительность работы с точностью до 1 минуты. А по истечении заданного времени нагрев отключится автоматически. Кроме этого, плита наделена шестью автоматическими режимами – варка, кипячение, тушение, фритюр, обжаривание, жарка. На двух последних после завершения программы автоматически включается функция поддержания тепла, которая будет поддерживать блюда горячим в течение двух часов. В общем, это отличная многофункциональная модель от надёжного производителя. Первое место занимает iPlate YZ-T24. Лучшей индукционной настольной плитой в 2024 году стала iPlate YZ-T24. Среди покупателей эта модель самая популярная, она сохраняет свои позиции уже несколько лет. Это обусловлено её отличными рабочими характеристиками и рядом усовершенствований, которые производитель постоянно вносил, реагируя на пожелания пользователей. Благодаря этому модель получила распространение не только в быту, но и используется на предприятиях общепита. Плита может выдерживать небывалую для настольных плит нагрузку до 80 кг. Она может работать непрерывно в течение многих часов, а провод у неё более длинный, чем у других моделей – 2 метра. Кроме того, она устойчива к перепадам напряжения в сети и способна стабильно работать при напряжении от 160 до 280 В. Настольная плита с одной конфоркой мощностью 2000 Вт наделена отзывчивым сенсорным управлением. Выделяется она и широким диапазоном выбора мощности от 100 Вт с шагом 100 Вт. До 1000 Вт нагрев происходит в импульсном режиме, свыше на постоянном. Температура регулируется в диапазоне от 60 до 240 градусов. Таймер готовки здесь также длительный, ограничен 24 часами. Помимо автоматического отключения при снятии посуды, плита наделена ещё и отключением при обнаружении пустой посуды. Это обеспечивает полную безопасность, например, при выкипании воды. В общем, это самая надёжная и технически оснащённая настольная индукционная плита, которую рекомендуют сами покупатели. На этом мой рейтинг подошёл к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закреплённом комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.